всем привет с вами Татьяна Антоненко вы на канале о рукоделии и маркетплейсах я сейчас сидела делала крепление для своих новых подвесок и решила снять для вас видео как завязать вот такие узлы возможно кто-то не знает и кому-то будет полезно покажу два вида узла они скользящие то есть они двигаются можно там в одну сторону их подвинуть да и в другую сторону их обратно разодвинуть и будет нужный вам размер покажу два узла какие-то для браслетов больше подходят какие-то для подвесок в общем посмотрите сначала показываю вам то что для подвески саму подвеску крепите так как вам удобно можете на колечко подсадить можете узел завязать без разницы каким образом вы сделаете саму подвеску я покажу вам именно узел вы берете одну сторону я приблизила чтобы вам было лучше видно вот одна сторона у меня шнура вторую сторону я делаю вот такую петельку я сейчас вот уберу руку и вам покажу смотрите то есть вот вот эта вторая сторона и она вот как петелька получается а теперь вот этот но у меня это право но что я не буду не буду называть иначе вы забудете из камеры зеркалит вот эту которую у меня вот моей правой руке я продеваю три раза в образовавшуюся петлю вот видите я стараюсь очень медленно это показать вот раз узелочек два ну не желудочек это накид 2 накид и 3 накид и получилась вот такая штучка это изначальный конец который просто лежит до у нас и второй вот я продела сейчас я держу тот конец который я продевала и основную веревочку да вот так просто держу пальцы вот вижу и я начинаю затягивать вот этот ну вот эту штучку кучу узелков я ее смещаю руками к своей другой к левой руке но думаю вы поймете в процессе что это нужно все сместить я просто вот крупного стараюсь это вот так пока смещаю смещаю чем крупнее шнур тем красивее у вас будет узел но на мелком шнуре там как бы всю красоту узла и не видно будет но главное чтобы узел у нас получился просто смещаете до тех пор пока вот у вас прям все он уже никак не смещается и плюс я лично дополнительно еще тяну вот я беру ту сторону с концом просто вот так что затягиваю потому что вот эта сторона ездит вот она уже поехала да а та сторона которая не ездит вы поймете в процессе я ее прям вот так затягиваю чтобы и ну и вот здесь также то есть я беру все концы затягиваю это для того чтобы узел конечно станет еще потуже не такой возможно красивый но точно никуда не денется не развяжется у клиента у вашего покупателя ваш узелок я теперь перевернула обратную сторону вот на камеру попадать сейчас посмотрю что и в камеру худого если я развернула вот тут у нас узелок есть на другой стороне узелка нет делаем тоже самое вот такая петелька вот она поменьше сделаю уже diam такой большой то есть не надо делать такую большую петлю я вам просто показывал вот небольшую петельку аккуратненько делаете просто так хоп петелька и три раза и и закручиваю 2 если мало вытягиваете в процессе поймете а что куда нужно потянуть и все и вот затягиваю я узелок это делается быстро это очень быстро делать просто для вас помедленнее показывала и вот опять таки я прям держу и протягиваю чтобы ничто ничто у меня не не улетела никуда так концы концы я лично отрезаю и поджигаю я отрезаю вот отрезала и вот так вот я поджигаю вот это конечно такой конец не нужен это я вот сразу рассчитывайте что вы же будете его разрезать любой отрезок это деньги да хоть тут шнур недорогой кстати ссылка ссылка на шнур будет в описании на алиэкспресс я его беру нейлоновый шнур так для камера сейчас отдалю давайте вот я отдалила и смотрите получается вот я двигаюсь за шнурки видите вот так вот соединяется вот вот соединяется и вот он стал я спокойно могу его одеть через шею допустим ну например в моем случае вот он у меня висит при желании уже ваш покупатель пользователь может прям вот на шее его уменьшить размер то есть мои шнуры вот сейчас будут вот такие следующая партия чтобы мой любой покупатель прям на шее мог уменьшить я сама себе делала это ну это несложно берешь уменьшаешь и уже он висит у вас либо здесь либо ниже либо выше там где вы хотите вот это один вид шнура мне кажется для подвесок он очень даже хороший есть второй не шнура уж а узла есть второй вид узла я не буду делать подвеску я вам покажу узел мне кажется он больше для просветов для браслетов подходят потому что кончики будут висеть так давайте я тоже сейчас приближу немножечко вот тут делается по отдельности вот одна сторона делается вот такой же накид и одна только вот такая вот ну петелька 1 возможно можно больше сделать но надо я делала одну и тут тоже самое просто обычный как будто бы обычный узелок но вы его не затягиваете а вы теперь вот правый конец шнура продеваете в левую штучку до в левую петельку левый конец шнура продеваете в правую штучку вот я просто их друг в друга продела вот видите вот так в друг друга продела и и надо это все завязать вот смотрите давайте еще приближу получается что вот на одной петельке у нас оказался один конец и второй конец это примерно по сути то же самое просто какой-то другой способ в принципе если сместить его на конец это будет то же самое что я вам показывал только есть один накид а если это оставить с такими большими кончиками вот так сейчас вы поймете разницу принципе можно этот и тот узел использовать вот если вы просто оставите вот такие большие кончики вот такие то вот этот вариант он уже больше для браслета вот вот с такими большими концами вариант уже больше для браслета потому что но на жерелье будет некрасиво если у вас вот такой конец будет до висеть но некрасиво а на браслете это нормально вот сюда же можно еще бусинку либо узелок тоже сделать, и он, смотрите, в чем тут разница, он раздвигается только по длине усиков. Я надеюсь, вы поняли, да, смотрите, вот тут у нас раздвигаться он может вот вплоть до, обратно вот сюда прямо идти, да, вот я двигаю, вот он дошел до подвески по всей длине, вот метр я отрезала, вот по метру он у меня и ходит этот узел, а тут вот этот вид узла ходит только по усикам, разница очень большая, поэтому смотрите, да, что если я сейчас до конца потяну, вот он, да, если я до конца потяну, он просто сейчас выскочит. Этот вариант подходит больше для браслетов, соответственно, и вот тут обязательно должен быть какой-то ограничитель, просто узелок завяжите, просто обычный узелок, он уже завяжу, вот, и тогда, когда вот браслет у вас покупатель, там, или вы сами будете снимать, видите, он об узелок, ну, ограничился, да, вот, поэтому вот я и говорю, что вот этот вариант, он больше для браслета, я надеюсь, вы поняли, если не поняли, остановите медленно, посмотрите, уменьшите скорость, вот этот вариант для браслетика, вот такой вариант для подвесочки. Если еще какие-то у вас варианты есть, можете на мне в комментариях написать, правда, как я пойму, ну, можете написать. Напишите, пожалуйста, все ли вам было понятно, получилось у вас, не получилось, было ли вам полезно это видео, потому что, как всегда, она у меня спонтанная, я просто сидела и делала подвески. Думаю, расскажу-ка я об этом миру, как я делаю подвески. В общем, на этом у меня все, спасибо за просмотр, очень надеюсь, что было полезно, до новых встреч, пока-пока.